На календаре 12 июня. В начале 20 века в знойные летние дни на улицах Самары появлялись кисловщики. Эти уличные торговцы мастерски варили домашний квас с изюмом и на тележках развозили его по городу. Бочонок с квасом ставился в лохань со льдом. Напиток продавался охлажденным. Однако самарская детвора больше всего любила мороженщиков. Выглядели они весьма экзотично, даже можно сказать забавно. Представьте себе рослого мужика, на голове у которого ловко держался тяжелый набитый льдом и мороженом ушат. Глухим басом он кричал «Сахар мороз!». За две копейки торговец искусно набивал целый стакан ароматного студеного кушанья всем желающим. 12 июня 1812 года. Войска французского императора Наполеона Бонапарта вторглись в Россию. Так начались военные действия, вошедшие в историю как Отечественная война 1812 года. Российский император Александр I издал манифест о создании воинских ополчений. Самара тогда была маленьким городом с населением около 6 тысяч человек и входила в Симбирскую губернию. Тем не менее представители Самарского уезда выставили в состав Симбирского ополчения около 1200 человек. Если идет Отечественная война, то никакие территории, даже самые отдаленные от военных действий, не остаются безучастными к этому событию. Обязательно они принимают в том или ином виде участие в этих событиях. Также, конечно, не осталось в стороне Самарской территории, тогда еще не губерния, но территории, которые впоследствии вошли в Самарскую губернию. И для нас был открытием такой момент, что, оказывается, она в Самаре жила и работала внучкой легендарной кавалериз-девицы Надежды Дуровой. Не можем сейчас пока точно сказать, была ли она уроженкой Самарской губернии, но она здесь работала и здесь вышла замуж. 12 июня вся страна отмечает один из своих главных государственных праздников – День России или День независимости России, как называли его до 2002 года. Эта дата знаменательна дважды. 12 июня 1990 года, еще во времена СССР, первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. А ровно год спустя, 12 июня 1991 года, состоялись первые всенародные прямые открытые выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин. А еще делает людей едиными шутка и смех. Так, во всяком случае, считает Вячеслав Полунин, знаменитый клоун-мим, народный артист России. Основатель театра «Лицидея», автор гениального номера «Осисяй», родился 12 июня в 1950-м. Сегодня поздравление с днем рождения принимает депутат Самарской губернской думы Виталий Коротких. Полководец или царский – именно так переводится с греческого имя Василий. Сегодня в Василии отмечают свои именины. К ним присоединяются Наталья и Яковы. В народном календаре сегодня змеиный праздник. На Руси верили, что именно 12 июня змеи сползаются на свадьбы змеиные. «Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы», – говорили в народе. А потом все дружно шли на огороды и сажали бобы. Как отметить этот праздничный день – решать вам. А я желаю всем хорошего настроения и говорю до свидания. Редактор субтитров А.Семкин